СИТИЛИНК Федеральный электронный дискаунтер Ситилинк совместно с компанией Интел запустили проект Академии киберспорта Ситилинк по мотивам игры PlayerUnknown's Battlegrounds. Отбор проходил по всей России, и его прошли всего 13 человек, из которых осталось 12. На протяжении проекта участники проходят реальные испытания по мотивам игры и повышают свои скиллы на кибертренировках под присмотром опытных наставников. По итогам каждого испытания и кибертренировок команда зарабатывает баллы, которые смогут потратить в онлайн-магазине Ситилинк. Главная цель команды превратиться в настоящий сквад, чтобы дойти до финального турнира и сразиться за 1 миллион рублей. Не пропусти. Самое интересное впереди. Неизначально, когда меня звали, я даже не знал, что это за формат. Мне говорили, похоже, с реальти-шоу, как проводилась дота. Мне было это интересно, я хотел это попробовать, для меня что-то новое. У меня был план, каких я игроков хочу взять. Но когда три игрока выбрали меня, это было неожиданно. Ах, ну а мы все про*****. Где суди и где за*****. Первое ощущение, мне казалось, что ребятам будет кому-то сложно, кому-то легче, в плане того, что нужно будет общаться им. Но я очень рад, что именно такая команда получилась у меня. Они все именно как бы с хорошим характером и атмосферами на хорошем плане. Именно хотел именно такую атмосферу в команде. Самое главное, бацан, хорошая атмосфера, не разбирать ошибки во время игры. Вдох, следи за игроками, помогай и все. Вообще не ругать, вообще не лишних движений, что-то не было. С этим надо будет коммуницировать. Это игра не про соло. Это игра именно про взаимодействие между четырьмя людьми. Если ты не хочешь взаимодействовать с командой, то это не та игра. Ну что, братышка, поехали. Нажми, Рэди. Я знаю. Нажми, я с ними хочу. Я нажал. Чего ты орел уже, господи. Ну вот и ебжай, ебжай точно. Как-то поначалу не очень хотел. Ничего, он не хотел со начала. Но попозже, попозже я его попросил. Сейчас тебе говорю, как делать. Давай, что, чтоб из меня. Сейчас бы так же мне кинул хаешку и все. Ты должен туда чекать. Спиду чекать. Хорошо, мы просмотрели. Хорошо, но все, что ты был свернут. Ты был свернут в этот момент. Ты был свернут в этот момент. Ты тупой, блядь. Я не считаю, что это совсем правильно. Да, неправильно. Не совсем правильный подход, но это помогло. После этого он стал более коммуникабельным. Брат, ка на конца. Это пушка. Давай, продолжаем. Пушка за работу. Они реально ездили на лазике, чтобы стрелялись там все. Проходили всякие вот эти квесты, не знаю, там на сковородках дрались. Это было очень круто и как бы для геймера. Сставать с компьютера и что-то делать, это такое запредельное. А тут они все это делали. Это физическая была нагрузка. И как бы проверяли, ну, показывали, что геймеры не только там какие-то задроты, которые ничего не могут, не знаю, там, кроме стакана или мыши ничего поднять. Они все это делали. И мне это очень сильно понравилось. Очень крутой формат. Команда зеленых добирается первыми до финиша. Ора! Дмитрий, давай! Давай, Дима! Давай, Дима! Пушка, пушка! Поварень! Молодцы! Дима! Сложно было, вот как раз таки разные люди попали в команду. Кто-то более тихий, кто-то громкий, шумный. Честно, выделил бы каждого игрока. Мак мне понравился, что он уже как бы какой-то профессионал. Потому что у него есть какой-то опыт, и он еще играл в доту. Он именно команда есть, и у него есть уверенность в себе. Такой молодец. Никита красавчик вообще. Он постоянно заряжен, и его концентрация – это просто молодец. Лама. Ей было довольно трудно сыграться с ребятами. Она девочка, она немножко, получается, и по-другому мыслить длинные девушки. И ей не очень нравилось то, как Ебжай ведет себя. Не понимаете, что меня раздражает, когда вы все орете сидят? Лама, нормально, это мужской настрой, все в порядке. Я не могу ему сказать, что нет, допустим, не пою песню, потому что я вижу, что это ему придает силу, и он начинает, наконец-то, играть нормально. Блин, если это помогает, то почему бы и нет? Мне понравился Хирузан в плане того, что когда первый день, когда с ним познакомился, я почувствовал, что он, Юрок, очень эмоциональный. Он кричал, но постепенно, с каждым днем, после каждой кибертренировки, я видел, что он уже, как бы, уже перестает гореть, кричать, и он уже, как бы, хладнокровно себя начинает вести. Дигай ноги, говорю! Я реально дома так же играю, я привык. Ну, вообще, действительно, так и играю дома. Дима Скай. Роб! Давай, роб, роб, роб! Мне понравился игрок, я доволен тем, что выбрал его. Я ставлю ему цель, он делает, никаких споров. Клонярик, он, как бы, взял на себя капитанские обязанности, координировал, это очень сложно, потому что ты отвлекаешься на команду, ну, на игроков, и ты должен еще сами играть хорошо. Клонярик, ты в чатах играешь? Как бы, и капитан, и очень много настреливал. У-у-у! Безоружие! Пацаны, долежал до плейсмута! Ту-версии. Мне понравилось, что он слушает и делает. У него была целенаправленность, и он уперто шел, забивал на все и делал. Я думаю, у Миши есть все возможности попасть дальше в киберспорт, если он будет продолжать в том же духе. Ну, матрешка, она как бы, и без разницы, она играет по кайфу. Команда «Зеленых» уже залутала аэрдроп, а это, по-моему, я, насколько вижу, матрешка. Просто она разложилась сразу по пути на несколько частей. Ну, сейчас я молодцы. Как бы не могу каждого выделить. Каждая из них хорошая работа. «Пушка, до конца!» Мне понравились все ребята. Вот в конце, да. В самом начале, вот, сработанность вместе. И вот «Ибжай» был просто аутсайдером, именно в плане того, что он играл соло, они играли втроем. Ну, насчет команды «Пушка», я не знаю, за счет чего они воигрывают. Но у них есть «Ибжай», у которого есть опыт в компетитивных играх, на чемпионатах. И как бы он ими координирует, и они очень хорошо передвигаются. За счет этого они неплохо играют. А так, не знаю даже, за счет чего они воигрывают – это магия. Потому что я смотрел, как они общаются между собой, как они ругаются. Но именно когда серьезные игры, они собираются. Ну, молодцы. Это в киберспорте – это самое главное. В важных играх именно собираться. Ребята будут участвовать в турнире, и если им нужна будет какая-то помощь, наставление, то я, конечно же, помогу им, потому что я же здесь для этого. Это моя команда. Я их выбрал. Вот действительно, в последний день я увидел их сыгранность. Если бы они начали в первый день так, то я уверен, что все кибертренировки были бы за ними. Ну, я думаю, что на процентов 30-40 я помог. А в дальнейшем это уже нужно именно вместе играть. Именно тренироваться вместе, улучшать коммуникацию, понимание игры. У них все получится. Тигры! Тигры! В топ-3, ладно, в топ-5 выйдут. Мне кажется, точно. Игра окончена только для одной команды. Оставшиеся сквады впереди ждет серьезный турнир BSG PUBG Invitational Season CityLink Intel и битва за 1 миллион рублей. Не пропусти прямую трансляцию на Игромании 1 декабря. Болей за своих! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok